Огромная распаковка косметики с Вайлберрис Но внутри совсем не простая косметика У меня есть вот такой вот пакет с Вайлберрис С косметикой Которую никто не покупал, но я еще об этом не знаю Которую заказала мне Каролина Неделю назад Всем хай, лисы и Давида сейчас нет, поэтому я живу с котами Но суть не в этом Суть в том, что сейчас очень популярная проверка популярных товаров с Вайлберрис Самая популярная позиция, самая популярная косметика Самая дешевая косметика, самая дорогая одежда Но что если заказать косметику, которую вообще никто никогда не заказывал Ноль отзывов, ноль комментариев, ноль вопросов, вообще пусто Ну что, давайте собирать корзину Набор кистей, вот это нам надо, это хорошо А кисти как раз-таки вот лисы будут использовать именно такие Которые без отзывов, без ничего, с непонятным составом, вот это отлично Распаковочка, чек Я не знаю, с чего мне начинается, с чего мне начинается Давай искать кисти Я полагаю, что кисти у нас будут здесь Упаковка, конечно, такая классная, мне нравится, как они ее перемотали Давай дам тебе отвертку Это что? Так, давайте, во-первых, нам дали вот такие вот персиковые увлажняющие нечто штуки с китайским языком А, это масочка, ладно А теперь какие-то кисти в стиле дубина джунли Я думаю, что все согласны с тем, что это похоже на дубину джунли Ну в плане не на дубину, а на его дрын, ну вот этот вот квадратный Происходит дальнейшая распаковка дрын дубины И это у нас кисти Так, ну знаете, на самом деле, я вам хочу сказать, что кисти-то правда неплохие Только стоят они, я не знаю, ну, наверное, косарь не стоят Ты думаешь, что они стоят косарь? Ну, думаю, что вместе вот с этим вот кейсом и с тем, что они плохого качества Я думаю, что они стоят в пределах тысячи рублей Они стоили 400 рублей Протестируем во время макияжа Но я в шоке Это слишком хорошо Ой, кстати, я нашла базу под макияж, которая с разными цветами И типа я всегда хотела только попробовать, но что-то как-то не решалось Поэтому надо протестировать на месте, потом уже можно брать, значит Я вообще не понимаю, как работают эти трехцветные штуки, но, наверное, как-то они работают Это база Так, открываю Уже упаковка, она не помята, ничего? Слушай, нет, вообще нормальная упаковка Я даже поэтому и как-то забила И тут сижу, ностальгирую по переходам с раннего ютуба Да нет, нормальная Итак, подождите, кажется, я знаю, что там Ха! У меня это было! Я уже снимала эту штуку Она мне очень сильно понравилась И, кстати говоря, кто смотрел это видео, помните, я задавалась вопросом Мне очень интересно, у кого есть это средство, напишите Когда его долго используешь, больше, чем один раз Вот это вот все, оно между собой смешивается Он уже выглядит не настолько красиво Или оно все-таки сохраняет свою текстуру Вот там вот, за счет этого, выглядит так немножечко по-змеиному Я этой базой пользовалась, ну, уже точно больше года Не помню, сколько там видео лет Может быть, три года ему даже Ничего не перемешалось Они вот как были, так и остались Так что это средство хайп И стоило оно там на 400 рублей А сейчас, как думаешь, как оно стоит? Ну, наверное, 500 400 Да блин! Кстати, я слышала, что такие штуки, они бывают даже фейковыми, представляете? Поэтому я точно знаю, как должна эта база ощущаться Надеюсь, что это окажется не фейк А настоящий джомтам Скоро я первый раз лечу в Китай Но, возможно, когда вы смотрите это видео, я уже прилетела из Китая Я рассказала о своих впечатлениях Или буду рассказывать Или я в процессе рассказывания Я просто не знаю, когда вы смотрите это видео А Китай прямо сейчас в телеграм-канале Поэтому лучше бы вам подписаться Первый раз в Китай лечу Вообще не понимаю, что от него ожидать Ничего не знаю Так, база Честно, я вот не помню, что я говорила про нее в том видео Но, учитывая, что я не выкинула Наверное, она была нормас Не помню Будет неловко, если я сейчас скажу, что он нормальный Тогда я сказала, что она плохая Или если я сейчас скажу, что он плохая Тогда я сказала, что он нормальный Это будет как-то странно Короче, на сей момент Не знаю, что было в том видосе Я могу сказать, что эта база абсолютно норм Она легла на мою кожу, ну, нормально Она не супер липкая Да, она немножко выровняла тон кожи Не могу сказать, что это какие-то изменения Но это реально прикольная база Поехали дальше Теперь мне дают тональное средство Тон называется, между прочим, лицо Так, ну выглядит, конечно, слушайте, хорошо И он такой прям софт-тач поверхности Стильненько Так, стоп, это не тон, это пудра Случился казус, и тон нам не пришел О, не-е-е-е Сразу хочу сказать, что несмотря на то, что мне тон показался Ну, ладно, теперь это уже пудра Сначала хорошая, но такое ощущение, что все деньги ушли на наружную упаковку Потому что посмотрите, как вот это криво пришито И какого странного цвета эта штука Мне вообще кажется, что она на самом деле не была изначально такой желтой А была белой, просто выгорела Очень странно, и наклеена криво И, если честно, упаковка, ну посмотрите Она вся просто покоцанная, как будто, ну, это бэушная вещь Хотя, очевидно, я доставила ее полностью новой Ладно, давайте вернемся к этой пудре позже Но пока, конечно, пудра что-то как-то Давайте ненадолго прервемся Вы все знаете, что основная тема моего канала Это бьюти Я часто делаю обзоры на разную косметику Показываю всевозможные макияжи И, естественно, делюсь с вами всякими находками И все это прекрасно Но сегодня я бы хотела поднять тему О очень важной другой стороне бьюти-вопроса В стороне женской интимной гигиены Потому что это, вообще-то, очень важная часть Выходит за собой для любой девушки Итак, делюсь с вами клевыми находками Начнем со средств для ежедневной интимной гигиены Лактоцит Классик Оно изначально разработано во Франции Специально для женщин С учетом особенностей интимной зоны В отличие от обычных гелей для душа Лактоцит деликатно очищает кожу интимной зоны И при этом не сушит и не раздражает А увлажняет и помогает сохранять естественный баланс микрофлоры Результатом становится свежесть, комфорт и отсутствие всяких запахов Ненужных Плюс он суперэкономичный Вот такого вот флакона хватит примерно на 3 месяца Дальше у меня есть новинки от лактоцит Это два типа новых прокладок Вот эти супертонкие лактоцит ультра-нормал Они подходят для критических дней Благодаря качественному абсорбенту и микропорам Они без проблем впитывают И обеспечивают при этом полную защиту в эти самые дни При этом верхний слой остается сухим Поэтому ничего не раздражает кожу Второй тип прокладок лактоцит Мультиформа Они подходят для ежедневного применения И они практически не ощущают за счет сверхдышащей поверхности Которая называется Эртрум То есть дышащий Пропускающий воздух Ну и самой формы, которая повторяет изгиб тела Очевидно, что в составе нет латекса, консервантов, спирта и прочего Продукты максимально высокого качества И конечно же, каждая прокладка идет в индивидуальной упаковке Что позволяет собой совершенно спокойно их куда угодно брать Ну или комфортно хранить дома Если что, я показала вам только два вида прокладок Но лактоцит их очень много И попробуйте средства от лактоцит по ссылочке Которые я оставляю вам в описании Короче, с тональным средством у нас не сложилось Поэтому тон используем этот Кисть нужно из видоса использовать Хотел взять нормальную кисть свою Но сказали нет Ладно, я думаю, что для тона больше всего Конкретно в моем случае Вот эта вот кисть Я такой обычно пользуюсь Ну посмотрим Тон у нас очень хороший Поэтому если сейчас что-то пойдет не так Это 100% будет вина кисти Но учитывая, что кисть синтетическая продукта у нас жидкий Как будто бы, да не так же плохо Слушай, да, обычная кисть Она мягкая Она не бесит У меня на нее не выскочила аллергия Спасибо большое за это В целом кисть абсолютно норма Со стоном справилась хорошо Но тут нужно учитывать, что этот тон сам по себе Реально он дорогой Он хороший Он качественный Поэтому, ну честно Если бы кисть не справилась с тоном Я была бы очень удивлена Чтобы угодить лизе в палетках Нужно всегда брать палетку Где есть растушевочный цвет Оранжевый или красный И может быть какие-нибудь сияшечки Короче, я нашла просто идеальную палетку Где есть растушевочные вот эти все цвета Которые я только что перечислила Точно берем Тоже непонятный производитель Она еще стоит Извините, пожалуйста Она стоит 500 рублей На самом деле у меня еще очень много продуктов В том числе у меня есть даже консилер На следующем элементе я хочу попробовать нанести тени Мне безумно понравилась эта вот упаковка Давайте покажу ее поближе Смотрите, какая красота Реально очень красивая глянцевая вот такая вот поверхность Да, это пластик Но это очень стильно И вот этот вот стиль больше, чем все остальное Ну и цвета, я думаю, вы видите сразу сами Очень клевые, прикольные Есть, конечно, вообще какие-то странные штуки Но эта странная штука Каба Кайнда выглядит вот так Что тоже неплохо Случи каких-то цветов нормальные Каких-то вообще их просто не видно Поэтому давайте все-таки посмотрим, как это будет на глазах Во-первых, что у нас есть к кистям Короче, здесь нет вообще ни одной кисточки для растушевки Здесь есть куча кистей вот такого формата для контринга, например Для выделения хайлайтера И вот это вот всего даже бочонок есть Но здесь вообще нет ни одной растушевочной кисти Хотя есть хайповая квадратная Я люблю хайповые квадратные Поэтому, ладно, я, наверное, нанесу сейчас в глазу чем-нибудь Типа вот этой кисти Нет, вот этой А растушевывать я буду, наверное, своей Потому что нереально иначе Начнем с бежевого цвета И наносим Теперь буду наслаивать соседний более темный тоже оттенок бежевого Хочу сделать вот такие легкие градиентные тени сегодня После этого нанесем вот этот сюда ближку уголочку Но тени, если честно говоря, никакой градиент мне делать не дают Потому что цвета выглядят максимально похожи на веки Ну, типа, я не знаю, что с этим делать Когда у тебя три разных вроде оттенка здесь Но все эти три разных оттенка выглядят абсолютно одинаково на глазах Давайте что-то более контрастное Например, вот это И попробуем его сюда Не, ну он, конечно, прям мега супер полупрозрачный Прям совсем-совсем Меня это, честно, скорее сейчас удивляет Потому что китайская косметика В последнее время стала делать реально очень качественные именно тени Вот к чему-к чему А к теням я даже не знаю, как придираться к китайским последние дни Потому что они супер красивые Но, возможно, эта палетка стоит рублей 200 или 300 Поэтому это как бы все объясняет Но тени, конечно, да Совсем слабые Их просто не видно Вообще никак Короче, я постараюсь что-то худо-бедное сделать с этой палеткой Потому что даже не знаю, что еще сказать Но, очевидно, она просто полупрозрачная Настолько, что тут нереально ничего сделать Я таких слабых палеток миллион лет не видела При этом здесь она очень красивая То есть видно, что это дешевая упаковка Но она выглядит очень стильно Поэтому я на нее ставила ставку, что это будет классная палетка Но, бывает, у нее даже, смотрите, сияшек толком нету Сейчас на нос бахну и ничего Просто нааа, я разочарована Я думаю, она стоит 300 рублей Не угадала Сколько? 458 Это очень дорого для этой палетки Честно, палетка бесполезная Лучше бы они сделали, вот, знаете, 6 цветов Но они хотя бы были полезные Потому что это, ну, это вообще никуда не годится Прям совсем нет Смотри, какие свочи здесь Какие цвета Они другие Может, это фейк вот этой вот палетки, которая на самом деле есть? Может быть Трэш Это реально, блин, мы нарвались на паль Я в шоке Я знаю, что Лиса пользуется обычно серым карандашом для бровей И самая большая проблема в товарах на Бауберсе, у которых нет оценок Это то, что они не пишут какого цвета карандаш Я нашла карандаш, называется Charms Caroline Вообще, все берем Лиса будет им краситься исключено чем-то другим Он всего 145 рублей стоит Так, вот тебе карандаш Во-первых, почитай, как он называется Charms Caroline У меня очень много вопросов к этому карандашу Это выглядит, типа, знаете, мне кажется, даже, когда я была маленькая У меня мамы была косметика У бабушки у меня была косметика Даже так Вот что-то я такого контента там не припоминаю Это прям вот сувенир из прошлого Блин, нет, я не представляю, как это должно быть на бровях Потому что он очень мягкий И это карандаш каял больше Ой, трэш Зачем ты это заказала мне? Камера абсолютно нешуточно выключилась Потому что она не выдерживает степень этого карандаша Но я попробую нарисовать брови этим карандашом Ракурс я выбрала самый лучший Карандаш гига-мягкий Цвет очень-очень странный Он какой-то серо-синий Не знаю, увидите на камеру, что он серо-синий Мне кажется, заметно Странный оттенок Нет, я не собираюсь это говнить Это просто какой-то новый тип продукта Знаете, вот если бы такой продукт презентовал Не знаю, словно Kylie Jenner Кто-нибудь такой И, слава богу, да, это новая задумка Такой мягкий карандаш-пластилин Все бы купили, всем бы понравилось Ну, возможно Все бы снимали отзывы, что вау, клевый продукт А по факту, конечно, это, ну, это жуть какая-то Смотрите, он был длинный, заточенный А сейчас у него вообще ничего не осталось Он весь у меня набровел Ну, ты мне скажи, как это в жизни смотрится Потому что я вижу синий Да Ну все, убравим, пока Так, ну что, как ты думаешь, сколько стоил карандаш? Я думаю, что он стоил до сотки, сто процентов Потому что он просто жесть 145 Откуда такие цены? С другой стороны, 145 рублей это доллар тридцать То есть, это вообще, это очень мало Ну, просто из-за курса это как будто бы много Ну, блин, 140, вот это вообще не стоит Это просто трындец Я, честно, не знаю Кому он может понравиться Вообще, не знаю Я хочу спасти ситуацию подводкой Миллион паулин Что ж, вот такая вот следующая у меня подводочка Понятия не имею, что это такое Но мне очень напоминает что-то Это коробка Я, честно, прям готова поспорить Что вот такая вот упаковка у какого-то бренда есть Прям очень похожая Вы слышите звук? Это что? Хайп Еще и погремушка У меня сегодня настроение сделать странные стрелки Поэтому поехали Слушай, подводка вообще нормальная абсолютно Честно Так, ну что я предварительно хочу сказать Я хочу сказать, что подводка, честно, норм Я не особый фанат подводок фломастеров Из минусов реально Это очень сильно отбивает Потому что ты рисуешь, у тебя постоянно В целом подводки я могу поставить Ну, например, из 10 твердую семерку Это вполне нормальная подводка Я думаю, она стоит рублей 400 260 Почему какие-то отстойные вещи стоят дорого А хорошие вещи стоят дешево? Я не понимаю, что за видео сегодня такое Что за хаотик энерджи? Я не понимаю Ладно, я рисую вторую стрелку и возвращаюсь к вам Я не знаю, что за стрелками сегодня Но я решила спасти хоть как-то макияж Дальше идет тушь Легендарная длина Вот это нам точно надо Итак, у меня в руках легенда Это тушь от Avon Я, кстати, не знала, что Avon продается на Wildberries Но, видимо, продается Честно говоря, когда я была маленькая У нас притаскивали разные школьницы Такие, знаете, книжечки Где был, типа, журнал с разными позициями из Avon И ты выписывал, что ты хочешь Тебе, собственно, приносили все эти вещи Не знаю, сейчас есть такое вообще или нет Продажи по каталогам, лол В целом про Avon я тоже мало информации какой-то знаю Я им не пользуюсь Я даже не знаю, где ее покупать Но, видимо, на Wildberries Нет названия туши вот это То есть написано просто Тушь для ресниц или легендарная длина И там написано, что это Avon Это какая-то... Оно землей пахнет Да, может, неприятный запах земли Не будем это использовать Оно реально землей пахнет Короче, я нанесу ее Мне страшно Слабо мне отвага, вот что я вам скажу Ну, тушь, говно, короче, все Это реально какая-то земляная Его вообще не видно Где тушь? А тушь где? А если найду? А ее нет Говнище, короче 400 рублей Она стоила 498 рублей 500 почти Туда ее Румян Какие-то круглые здесь есть Ничего не понятно Но очень интересно Тут непонятно Это типа идет палеткой Они или они идут поштучно И тут еще сложно выбрать цвет Потому что ты не понимаешь Как тут это сделать И, в общем, очень-очень странно Есть вот такие вот румяна Брайна Феннель Как будто бы что-то очень знакомое Но ничего не могу сказать Румяна, кстати говоря, цвета контуринга Смотрите сами Коричневые Поэтому я думаю, что контуринг Мы ими не будем делать В комплекте шла вот такая вот кисть для румян Я думаю, что никто не обидится Если мы ее не будем использовать Потому что это прям позорище О, смотрите, ну что за богатство Значит, здесь у нас с вами Вот тут румяна Ну, этот цвет контуринг Ну, не важно Была Вот эта вот кисть Ну, хоть какая-то, но была На румянах принц сердечек Сердечки это всегда мило Это всегда хорошо И внутри вот такое вот пространство, чтобы можно было положить, не знаю, эту кисть, например, спрятать ее, чтобы больше там никто никогда не увидел. Возможность вот такой вот кистью и попробую нанести сначала сюда. Ой, ну и вонючка. Пахнет благовониями. Я люблю благовония, но мне странно ощущать благовония в продукте для контринга, для румян. Это реально пахнет индийскими благовониями. Не, ну какому-нибудь фанату индийских благовоний я бы точно это подарила, потому что это реально очень неожиданно. Типа ты мажешься, а у тебя аромат вонючей палочки. Хайпово, конечно. Слушайте, по цвету это или слишком натурально, или я нихрена не вижу? Вы мне скажите, пожалуйста, потому что я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Меня этот аромат благовония просто чертовка, конечно, сманил. Посмотрите, что стало с румянами. Все рассыпалось на эту пудреницу. Все просто на упаковке, при том, что я не так очень много использовала. Короче, очень сильно пылят эти румян-тераконтуринг. Поехали дальше. Ой, смотри, где я нашла. Прям какие-то сияшечкой. Очень красивого оттеночка приятного. Они еще хайлайтер бахнут для промо-акции. Ну, смотрите, какие. И сразу прямо на готовые. Они еще влажные. Плеса обожают влажную текстуру. Поэтому я думаю, что вот это надо брать. Хороший оттенок. Не знаю, правда, какой. Не возьму любой на рандоме. Это жидкие румяны. Как хорошо, что я еще не воспользовалась пудрой. Вот так вот выглядит упаковочка. Кстати, очень прикольная в стиле. Блин, как этот бренд называется? У которых еще Веттер Дэн Половое Сношение туш называется. Это вообще-то одна из самых хайповых туш в мире. А так и называется. Веттер Дэн Половое Сношение. Только другое слово, но мы не можем вас сказать, потому что это Ютуб. Поняли, да? Кое-то же я говорю. Вот такие вот кремовые румяшки. Мне очень нравится упаковка. Она приятная. У нее красивый цвет. И такое ощущение, что этого продукта тут просто миллион. Ой. Вот так вот выдавливаем. Проверим на руке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как их много. Вообще класс. Слушай, ну как будто бы это хайп-продукт. Я попробую сейчас перенести его с кисти прямо сюда, то я его очень много выдавила. Я не знала, что он настолько будет лютый. И нанесен, например, сюда. Слушай, вот очень хороший, честно. Не выбрасываем это. Это точно оставляем. Я думаю, что стоит рублей 700. Если скажешь, что рублей 200, я все, я закончу это видео. Я просто уйду. Я не смогу уже понять жизнь. 415. Ладно, хорошо. Не 200, и то хорошо. Но это хороший продукт. Все, мне больше ничего добавить. Клево тушуется. Отличный оттенок. Вообще мне ее нравится. Я ставлю лайк или поставь. Давайте посмотрим, что по пудрам. Я нашла пудру, которая подходит идеально к космическому кушону. Ну что ж, теперь мы возвращаемся к этой потрясающей, невероятно классной пудре. И проверяем ее. Называется она Watch Heal. Но мне хочется сказать, о, heal, пожалуйста, спасите. Блин, да пожалуйста. Ну что, кто так лепит вообще? Ну как вот я должна это снимать? Миллион лет спустя. Меня этим запахом не напугать. Я уже привыкла, что многие азиатские пудры пахнут детской присыпкой. Поэтому норм. Мне главное, чтобы она нормальная была. Претензий не имею никаких. Матирует. Потрясающе. Элемент фотошопа присутствует. Это в лучших традициях. Реально азиатской пудры пудры. Да, она выглядит смущающе. Да, упаковочка, вот именно вот эта вот хрень, просто бесячая. Но пудра класс. Я думаю, что эта пудра стоит рублей 600. 337. Да, пока косметика. Вот это хайлайтер. На нем были оценки. И это самый-самый хайповый хайлайтер, который был на Валбрисе. Я поняла, что это. Да, это самый, который брызгает в камеру. Да, 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 да. Потом красиво снимают. Ну-ка, давайте посмотрим на него. Слушай, ну, реально прикольный. Правда, прикольный. Выглядит клево. Я, правда, эти видео не помню, как конкретно использовать эту пудру. Что-то я их видела. Блин, мне кажется, на самом деле, этот хайлайтер не будет особо заметно сейчас. А нет, ладно, его будет. Это что такое? Прям вот так вот делается, да? Если мы не хотим просто контент снимать в шорт, например. А что? А как его? Я не понимаю. Может, его не для лица можно использовать, а, например, для ключиц? Ложится? Да. Для эффектного видео как будто бы да. Для того, чтобы застраивать все свое окружающее пространство, как будто бы да. Но я не могу сказать, что этот хайлайтер хоть как-то виден и хоть какой-то приколь имеет. Блин, он просто эффектный, чтобы видосик записать в интернете. Но даже, видите, я наносываю, наношу его как будто бы нет. Как думать, как он стоил? Блин, я думаю, учитывая, что такой расхайпленный продукт, наверное, рублей 600, но я не верю, что у него высокие отзывы. Скажи мне, что у него невысокие отзывы. У него высокие отзывы это раз, а два он стоил со 26 рублей. Да как? Его же вообще не видно. Кто ставит эти высокие отзывы? Это что, все блогеры, которые накупили себе вот этого контента сняли в шортс? Он залетел на несколько миллионов просмотров, а они радуются. В таком случае я тоже радуюсь, но у меня нет такого видео. Надо его снять, кстати говоря. Подписывайся на мой канал, тут много контента. У него 4,5 оценка и 21 тысяча оценок. 27 тысяч человек вы купили, понимаешь? Я просто вся в блесках, понимаете? Я вот смотрю на вас, вы этого не видите, я смотрю на камеру. И прямо перед ней блески летают. Возможно, я уже тоже вся в спарклах. Так, последнее у нас идет, это помады. Я нашла какой-то набор помад. Тоже не на оценок, набор увлажняющих помад. Такие кирпичные, коричневые оттенки. Может быть, ей и зайдет. К чем-то, кстати, смахивает дизайн на флауерноуз. Короче, все взяла. Последнее, это помады. Я тщательно выбирала оттенок, это не из балды. Ну, я вижу, что здесь упаковочка такая коричневая, это как я обычно ношу. Как тяжело найти классный коричнево-красный оттенок, который бы выглядел при этом еще натурально. О, тут целых три помады. Давайте посмотрим. Это выглядит очень красиво. Мне нравится. Значит, у нас отличаются разные клопачки, ты сразу понимаешь, где какой цвет. Я, наверное, бахну вот этот, потому что он мне нравится больше всего из этой подборки. Посмотрим, как это выглядит в принципе. Вау! Второй оттенок тоже безумно красивый. Даже, наверное, как будто мне нравится больше, на удивление. Блин, они все хайповые. Посмотри, они реально крутые. Давайте их просто подрастушуем. Вау, вау, вау. Очень, очень, очень достойно. Вот что-что. Я вот говорила про китайские тени в самом начале, но китайские помады сейчас реально мега-хайп. Вот абсолютно без шуток. Они достигли вот этого вот така при исполнении, когда все их помады, они очень круто тинтуют. При этом они очень классно на губах себя ощущают. Их реально прикольно носить, у них клевые ароматы. Ну и стоят они, конечно, тоже нормально. Поэтому китайские помады меня реально радуют. Максимально. Я наношу как обычно, я не буду вообще ничего придумывать. Наношу так и дальше растушеваю пальцем. Оттенок, к сожалению, уходит в розовый. Я бы хотела, чтобы он уходил в кирпичный и в оранжевый. Но он уходит в розовый, хотя здесь он прям кажется таким насыщенным. Ну и ладно, хрен с ним. На губах, честно, они немножко суховаты, но в целом нормас. Единственное, очень быстро сохнет. Если не успеваете растушевать, потому что болтаете, например, как некоторые, ну хреново будет вам. Она за счет того, что очень быстро сохнет, ее нужно наносить, типа сразу нанес вот так вот на все губы. Это нормально. Но если ты так не хочешь наносить, а хочешь наносить там растушевкой или при помощи кисти, да, ты просто не успеваешь. Она слишком быстро сохнет. Я никогда не думала, что это был минус, что она быстро сохнет. Но поверьте, если она сохнет за секунду, это минус. Короче, если у вас идеальные губы и идеальный навык нанесения помады, вы можете сделать это просто вот так вот. Раз, два, раз, два. Вообще лучше, наверное, помада, ну, по крайней мере, такой, настолько быстро сохнет, что я еще не видела. Если нет, то будет немного скатываться. Но в целом как будто бы не критично, потому что оттенок симпатичный. И в целом она меня не бесит. Я думаю, что этот набор стоил рублей 400. 540. Ну, это абсолютно, мне кажется, нормальная цена за три помады. Неплохих оттенков. Вполне нормально. Да, это не лучше китайской помады, но абсолютно окей. Ну, Рюгош, тут уже понятно, что за бренд и так далее, поэтому просто по фану возьмем, окей. Продукт, который называется принцесса. Лунная соната спрей детский. Я вообще забыла, что принцессу еще существует, чем я не знала. Это значит фруктовый аромат счастья для самых очаровательных. Ну, это, конечно, про меня, нет? Распределый волос, да, говорите? Это вообще не пахнет вкусно. Пахнет просто лаком для волос. Почему это фруктовая соната? Что здесь фруктового? Очень странный запах, реально. Слушайте, я думала, здесь будет какой-то клубничный. Ну, знаете, такой мультифруктный, такой типичный детский запах, потому что в моем детстве это реально нормально пахло. А сейчас это пахнет каким-то чаем, чефиром, я бы даже сказала. Принцесса просто не прогрессировала, понимаешь? Она не прогрессировала. Мы любили ее, так как она была раньше. А она решила измениться, и что произошло? Пахнет чефиром. Трэш. Ну, упаковка красивая, конечно, прикольная. Получается, ничего из этого ты не угадала. Вообще ничего? Нет. Реально? Да. Что ты можешь сказать насчет того, что, видимо, косметика без отзывов не равно плохое качество? Косметика без отзывов точно не равно плохое качество, потому что, ну, чтобы люди покупали эту косметику, они должны ее в первую очередь купить. То есть, ну, ты же не сразу получаешь, вот, я выпустила футболку, у меня миллион отзывов. Сначала ее кто-то купит, один, потом напишет, кто-то свое мнение, потом второй, третий. Так это работает. Классные продукты, больше с вами понравились румяна, они прям клевые, потом вот эта штука хорошая мне понравилась, и неплохие матовые помады. Короче, вот, пока.